За Байкальский международный кинофестиваль в этом году представляет две конкурсных программы. Помимо основного, зрителям предлагается уникальный новый конкурс молодежных фильмов. Он, кстати, так и называется «Новый взгляд». Его программа позволит узнать подлинные мысли современной российской молодежи. Жюри конкурса также молодое и состоит из четырех человек. Председателем выступила российская актриса Мирослава Карпович. Отсмотрев первый конкурсный фильм, она поделилась своими ожиданиями, что если уж молодежь не читает книг, то хотя бы будет смотреть кино. Но, увы. На самом деле очень печально, потому что сейчас, когда в зале было просмотры фильмов, в зале, кроме жюри, больше никого не было из молодежи. Это очень печально, потому что огорчает это безразличие, равнодушие к современному кинематографу, потому что это очень необходимо для саморазвития. И не только блокбастеры необходимо смотреть на сегодняшний день, потому что они, кроме мимолетных впечатлений, ничего не стреляют ни в душе, ни в сердце, ни в голове. Вторым конкурсным фильмом стала семейная картина «Меч Победы». Зрителей, к счастью, уже стало больше, и основной их процент составляли как раз молодые ребята. На входе в зрительный зал выдаются бюллетени, с помощью которых, как мы выяснили, каждый может оценить просмотренный им конкурсный фильм. В конце кинофестиваля картине, получившей большее количество голосов, будет отдан приз зрительских симпатий. Всего в конкурсе «Новый взгляд» участвуют пять полнометражных картин, и критерии оценок у каждого члена жюри все же свои. «Критерий – то, что человек нашел в себе силы и создал нечто, что вышло на экраны. И это дорогого стоит, потому что очень многие люди только на грани мечты, только существуют совместно со своими желаниями. И дальше слов, и опять же, амбиции – это никуда не идет. А это дошло до кинотеатров, и это уже высший балл». «Главное, что фильм должен отвечать, ну, то есть это молодежное кино для молодежи. Нет каких-то критериев. Главное, что, наверное, самый простой – понравилось, не понравилось. Если будет дальше, там, если все понравится, тогда будет, конечно, сложнее выбирать как-то из них. Тогда уже будем смотреть по каким-то критериям». Фильм «Победитель» конкурса «Новый взгляд» будет объявлен на закрытии фестиваля. Ну а пока каждый зритель может стать и участником, выбирая достойную картину на приз зрительских симпатий. 1 и 2 июня будут показаны такие конкурсные фильмы, как «Частная пионерская», высокооцененная картина организаторами фестиваля и рекомендованная к просмотру Александром Михайловым. И совсем непростая история.